Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник, мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Hero Fighter X. Собственно, погнали. Для начала тренировочку, а дальше пойдём по миссии. Тренировка. Ну, у нас вот низкого уровня Дженни, также Лукаса, давайте возьмём, Дрю и, наверное, Шавна. Ну и на крайняк там этого, Тейлора, пусть будет. Погнали в бой. У нас уже почти хватает на нового... У нас то, чтобы снять максимальный уровень. Ну, точнее, убрать ограничения по максимальному уровню для Райи. Нам осталось буквально немножко нафармить и всё будет у нас чики-брики. Так, Санулка, пошли вон. Если Лукас получит тоже уровень за этот бой, я буду на самом деле рад. Вот. Возможно, мне стоило поиграть самому за Лукаса, но я не очень люблю играть за Лукаса. Да, блин, вот эти бандиты, они самые раздражающие. Лукас, давай-ка мы его с тобой сразу завалим. Такс. Блин, что-то я косой сегодня, никак попасть не могу ни по кому. О, эта штука мне пригодится. Да, блин. Чёртов Дрю сел на дракона вместо меня. Да, блин, да Дрю ты задолбал. Только я подбегаю к дракону, хочу на него сесть, как эта сволочь мне всю малину гадит. Так, мне надо Джейсона фокусировать на нём огонь. Так, меня сбили с дракона. Да вас задолбали. Продолжают прессовать, меня не дают встать даже. Боже, какой ужас. Ещё и эти копейщики самые бесячие. Они ещё броневитые такие. Так. Вот я просто не могу его сбить. Сколько раз мне нужно нести ударов по нему, чтобы мне сбить его? Возможно, стоит подпрыгнуть и ударить, типа... Господи, они задолбали со своими драконами. Их слишком много. Слишком много драконов. Я просто не могу ничего сделать им. Где вообще босс вражеский? Я чё-то не понял. Так, хилл я возьму. Мы уже убили, что ли, его так быстро? Видимо, да. Так, давай не выпендривайся, братан. У нас есть ещё бесконечная сила. Идёт второй босс. Точнее, два вторых босса. Это у нас Исан, значит. И получается... Так, иди сюда. Исан и Титто. Но это, на самом деле, достаточно лёгкие противники. У них нету большого запаса здоровья. Поэтому мы их легко, я думаю, быстро завалим. Надеюсь, что... Не хватало, говорится, ещё тренировку проиграть. Так что... Посмотрим, какой будет у нас последний. Или последний Е-боссы. Так, есть хилл. Господи, я ненавижу лошадей и вообще любую конную артиллерию, так скажем. Потому что они просто всю малину гадят постоянно. Их ещё так сложно сбить с этого коня, на самом деле. А союзники их вообще не сбивают. Это... Такое себе. Так, минус один. Но Идрю добивает второго. Отлично. Вот это уже финальная волна. Здесь сразу три босса. Я надеюсь, они не особо жёсткие. Давайте, бегите сюда. Ну да, конечно. Стоило мне сказать, не особо жёсткие, как Идзи появился. Но благо, он хотя бы один. Других сильных боссов здесь нету. Вивиан, в принципе, достаточно убиваемо. Но у неё есть и минусы, конечно. К примеру, она лечит всех. В том числе себя. Так, Идзи меня в спину ударил. Видите, она вылечилась и как бы... Да ты задрала! Два раза подряд! Так, Гордон. Ну, конечно, вдвоём-то на одну меня. Так, надо как-то Идзи запушить у стены. Было бы неплохо. Отлично, я отбил в него его же оружие. То есть, его же ледяной шар. Так, я взял хил, я надеюсь? Нет, я не взял хил. Мне не выпал хил с Долбана Ваидзи. И я из-за этого погиб. Из-за того, что мне выпал какой-то другой бонус. Более бесполезный. А вот сейчас есть хил, замечательно. Только не вовремя вообще. Так. Давайте прессовать потихоньку последнего босса. С этими двумя мы разобрались. Хилить его уже никто не будет. Так, вы можете подойти и помочь мне с боссом, а не фокусировать своё внимание на обычных солдатах? Пожалуйста. Линшавные сейчас убьют. Если уже не убили, конечно. Нет, чё, жив. Но уже очень мало здоровья у него, конечно. Такс. Так, всё, я вроде убил его, да? Да. Мы прикончили его, берём с него хил. И всё, что нам остаётся сейчас, это просто забить, как куски мяса последних солдат. Ну, тренировку сложно проиграть. Но иногда там бывают очень жёсткие соперники, и можно всё-таки проиграть. Но редко такое случается. У меня, по крайней мере, пока ещё не было. Ну, в этой сессии. Давайте получим три гемки и перейдём к следующему бою. Погнали дальше. Кстати, у нас все герои получили уровни. Тимфайт номер восемь. Враг имеет три героя на поле боя, одного героя в запасе. Каждый убитый противник даёт зелье. Не разрешено использовать героев противника. Битва идёт два на четыре, без каких-либо дополнительных ограничений. За исключением тех, что я прочитал. Я возьму, наверное, с вами... Может быть, взять Дженни или Дрю всё-таки. Два героя можно взять. Давайте я возьму Дженни, а в качестве союзника я возьму Тейлора. И постараемся выиграть таким отрядом. Я надеюсь, Тейлор будет меня лечить время от времени. Так, клонов создал. Неплохо. Противники не особо сильные. То есть, торнамент я не считаю особо каким-то сложным. Я думаю, мы справимся достаточно просто с этими пацанами и девчатами. Котихы на один побольше, чем нас. Нихрена себе, Тейлор! Вы видели, как он закомбил жёсткое? Вот это было дичь. Так, минус одного вынесли. Теперь против нас выходит, собственно, следующий босс. Это у нас Шаван. Серьёзно, но достаточно изичные противники. То есть, вообще... Ой-ой-ой, стрелы. Я завыдил стрелы с помощью своей крутилки, чтобы отбить те стрелы, которые сверху на меня падали. Да твою ж мать! Бесячий герой. Ну, а мы справимся с этим за... Ну, конечно, пока я лежу, прямо на мне спавнить вот этот свой круг дебильный. Это в лучших традициях Сина. Так, пошла вон. Блин, не даёт себя подойти. Так, на, получай. Всё, минус она. Классная комбо. Много достаточно здоровья снимает и при этом очень сильно пушит. Так, чё-то тут у нас Тейлор терпит от Шавна. Его надо поймать ещё. Он бесячий. Он будет постоянно сейчас убегать от нас. Видите? О чём я и говорю. Его надо как-то подловить. Блин, Тейлор, пока он стоял на месте, ты бы мог его в спину ударить. Ты там стоял и свои щиты дурацкие кастовал. Тем более не в ту сторону ещё при этом. На, получай. Ну, как бы всё изи. Да-да-да, можешь закидаться там. Не смотрите, неплохо. Он всё-таки как-то меня застанил и уронил. Плюс один уровень для Дженни. Тейлор, к сожалению, уровня не получил. Окей, back to map. Следующая битва у нас battle. Обожаю батлы. И надо посмотреть условия. Битва трёх армий. Временной лимит 20 минут. Все армии начинают с 200 золота... С 200 баксами в начале боя... В начале... Как это сказать? В начале катки, короче. И не разрешено использовать героев противника. Окей. Блин, а кого же мне тогда из героев взять, который будет неплохо здесь справляться? Ну, наверное, я возьму либо Шавна, либо Лукаса. Давайте я возьму Шавна, а Лукаса вместе с Дрю и... Тейлором возьмём в поддержку. Также возьмём Райе и Синон. У них уровень низкий, но пусть будут. Как бы здесь много героев можно брать, поэтому... Всё зашибись. По 200 баксов у нас у каждого в начале матча. Три армии, 20 минут. У зелёного очень мало... Этого... Территорий. Поэтому, возможно, стоит сначала именно расхреначить зелёного. Хотя, возможно, у него героев больше, а не более жёсткие. Или, возможно, красного стоит сначала фигарить, потому что он более такой жирный, знаете. Но мне кажется, нужно с зелёным разобраться. Почему у них, кстати, половина ХП только у базы, непонятно. Так, ты можешь не стрелять в ту сторону, братан? Так, уйди. Я сказал, пошёл вон. И убил босса уже, можно сказать. Так, развернись и... Так, идите все сюда. Пацаны, я тут один не вывезу. Тут все начинают появляться. Так, пошёл вон отсюда. Хорошо, что у них чуваки с ножами, а не с косами. Если б были с косами, то это вообще был бы пипец, конечно. На, получай. Они ещё садятся на лошадей. Вы видели эту тему? Подходят на базу и садятся на лошадей. Блин, красный пришёл мешаться. Вот в чём проблема. Очень сильно мешается здесь. Казалось бы, чё ему тут надо? Вот прямо вот здесь, вот прямо на передовой. На, он лезет. Отлично, мы захватили с вами одну точку. Мы заодно получили немного золота. Нам нужна больше армии. А, у нас уже максимальная армия. Неплохо. Видимо, мы неплохо по золоту поднялись. Блин, тут один бандит. Вы чё, не можете одного бандита ударить? Вокруг меня целая толпа моих чуваков. Они не могут попасть у одного бандита. Меня пушат. Я сейчас сдохну просто. Кройте меня, прикрывайте. Так, минус босс. Тут бандиты, всё, прут и прут. Но у них скоро золото закончится. Так, пошёл вон. Так, не удалось мне увернуться здесь. Блин, ещё сзади идут. Но Тейлор успел меня немножко подлечить. Я немножко ещё поживу. Думаю, пару ударов мне ещё удастся вытерпеть. Да, вот как раз таки это пара ударов. А дальше уже снова придётся... Да господи, эти шары, они просто уничтожают мои стрелы. И при этом он их запускает просто в каком-то немыслимом количестве. Так. Удивительно, что красный ещё тут делов не натворил против нас. Красный очень мешает разобраться с зелёным. Вот в чём проблема ещё. Я не знаю, воюют они вообще друг против друга или нет. Вот куда копийщик наш бежит? Нам надо пушить, блин, одного из противников. Они просто дерутся где-то на середине карты. Выясняют свои отношения. У красных, кстати, дофига золота. Поэтому тоже, кстати, нет смысла их пока пушить, ибо у них очень много золота. Возможно, они это золото как раз от нас набрали. Но, скорее всего, это из-за того, что у них там несколько шагов по добыче золота. Нам нужно сейчас от подсирателей вот этих зелёных избавиться, чтобы они нам не мешали. Блин, вот эти чуваки сейчас начнут мешаться конкретно. Я ещё не могу попасть по нему. Так, они обратно отхватили своё болтмайн. И у меня уже начинает заканчиваться золото из плохого. Ну и чё, мы сейчас кэмплагерь у них захватим. Есть бой. И тут у нас есть ещё один непосредственно. Ну, шахта ещё одна, которую тоже нам нужно отхватить. Серьёзно, красных подкреплений? Почему красных подкреплений, если, по сути, я не дерусь с ними? Неужели наши так сильно пропушили их базу, что они на точку подкрепления попали? Так, разворачиваемся и бежим. Да твою мать, они опять успели отхватить свою точку. Надо обратно забирать кэмплагерь. Блин, ну это всё очень много времени занимает. Вот в чём минус ещё. Чё-то у них всё никак армия не заканчивается. Непонятно почему. Вроде и золота у них уже давно нету. Но им постоянно хватает нанять чуваков. Возможно, их герои очень много убивают, и поэтому у них есть золото до сих пор. Да твою мать, эти долбаные шары просто не дали мне даже встать и выжить. Они просто меня добили, пока я вставал. Мне сейчас заново переть дотуда. Здесь опять же красные хозяйничают. Да задолбали, дайте мне уйти отсюда. Это просто жесть. Чё тут происходит у вас? Это ж просто задница. Полхп просто снесли по пути на красных. Ну, конечно, уже всё захватили вообще. И кэмплагерь захватили, и... И шахту. Просто ничего не оставили уже. Я даже не могу добить этот кэмплагерь, чтобы он нам стал принадлежать. Пришёл красный. Нанёс один удар по кэмплагерю, который я бил полтора часа. И просто забрал его себе. Эти красные, они реально бесят. Они меня только что убили. Они снесли мне всё здоровье, и при этом ничего я не смог им сделать. Оказалось бы, где сейчас их армия? Мы почти всю их армию убили. Но когда я там шёл, там меня просто разорвали на куски. Мне нужно сейчас убить ещё несколько человек, и я смогу дополнительную жизнь получить. Уже шесть минут прошло с начала матча. А мы до сих пор не можем даже зелёных развалить. Красный очень агрессивно играет. Возможно, стоит в следующий раз в начале красного убить. Потому что он очень раздражает, он очень мешает. И он копит постоянно золото. У него было 300 золота, а теперь у него 600 золота. То есть у него золото просто не кончается. И при этом у него очень большая армия. Возможно, стоило именно на него сконцентрировать свой огонь в самом начале. Потому что сейчас мы, я не знаю, мы будем его полтора года валить с вами. Они уже 200 человек убили. Наши, наши задолбали кормить их. Они просто их кормят. Они дают им как можно больше убивать себя. При этом единственное, кому есть дело до зелёного, это вот я. И как бы... Я даже 50 человек не могу убить сейчас. Меня просто бьют с двух сторон. С одной стороны красные, с другой зелёные, синие. Наших у нас нету ни денег, ничего, короче, вообще. Просто голяк. Я даже не знаю, как мы вывезем это всё. Это просто нереально. У нас тупо нету армии. И нету денег на неё. По сути, надо пушить красного, получается, в начале. Потому что зелёного просто неуспеваемо. Пропушить красный очень сильно мешает. У него очень много шахт золотоносных. И он очень сильно уничтожает нашу армию. Прям пачками выносит. Вот смотрите, пара компы, я почти мёртв. Причём они почему-то начинают пушить, именно когда я появляюсь. То есть, прямо на меня целая армия идёт. А когда меня нету, там, знаете, вообще нету, по сути, файтов. Ох, даже не знаю. Ну, здесь мы вряд ли уже что-то сделаем, на самом деле. Потому что мы изначально начали пушить зелёного. Я думал, мы его быстро вынесем. Но нет, он так сопротивлялся. И красный ещё скотина сзади подсирал. Просто капец, как подсирал. Потому что между зелёным и им остался только я. Они уже 250 человек победили. Ясно, понятно. Короче, продолжают фармить. А мы до сих пор сколько там у нас? Давайте посмотрим. А мы меньше гораздо победили. У нас только плюс 160 процентов армия. Я ещё не могу убить никак 50 человек. Казалось бы, это не так-то сложно. Но у меня не получается убить 50 человек. Потому что я просто... Меня просто эти 50 человек, они меня убивают. Я не могу даже оставаться в какой-то, знаете, сейфовой зоне, чтобы меня не дамажили. Я постоянно везде получаю урон. Они доберутся до меня от любого места. Ну, наконец-то я убил 50 человек. Теперь можно поагрессивнее немножко поиграть. Закидать их нафиг стрелами. Буду закидывать по максимуму просто. На-те вам, получайте. Такс, хорошо. Надеюсь, я хоть сколько-то их по золоту просадил. Ничего, сейчас мы ещё их побольше убьём, а будем начинать пушить красного. Вряд ли мы уже за 11 минут успеем его запушить, но мы попытаемся. Потому что драться с зелёным нет никакого смысла. Если зелёный будет мешать нам бить красного, это ничего страшного, потому что у него нету ни армии, ни солдат, по сути. Ни шахт, чтобы нанимать большую армию. А вот красный очень бесячий. От него надо в первую очередь избавляться было. Сейчас, возможно, уже поздно, но мы попытаемся. Погнали, попытаемся запушить их, раскидать у них солдат побольше. Отлично, кэмп-лагерь мы захватили. Теперь надо, по сути, шахты захватывать. Эними эмбуш. Им дали ещё золото, хотя мы очень... И у них и так было его много. И дополнительных солдат, как подкрепление. Началась музычка, сейчас будет самый жёсткий замес. К тому, у этого, у Лео до сих пор дофига здоровья. Как это понимать, фиг его знаешь. Они уже 300 человек убили. У них на 40% больше силы армии, чем у нас. Они просто продолжают фармить наших бойцов. И мы ничего с этим не можем поделать на данный момент. Нам нужно самим как-то набивать силы и пытаться их обогнать. Это единственный способ победить. И то мы по времени, скорее всего, не успеем. Но мы можем попытаться. Если быстро их зарашить и качественно, то у нас всё выйдет. Лео откинул меня, засранец такой. Удивительно, что у него до сих пор все жизни не закончились. Возможно, он добил как раз-таки 50 человек, и ему дали дополнительную жизнь, как и мне. Давайте сбиваем с коней этих лошков. Мне кажется, я неплохой профит вношу сейчас в команду, потому что я запускаю суперстрелы в противников, которые летят по всей карте. И очень много чуваков сбивают и наносят им очень большой урон. Блин, Ягог, видимо, тоже убил 50 человек. У него дополнительные жизни откуда-то появились. Блин, ну я не могу против всех одновременно драться. Я не понимаю, что наши делают. Они там сражаются вообще? Так, я мёртв. Но у меня есть ещё одна дополнительная жизнь. Ничего страшного. Я появлюсь сейчас рядом с нашим лагерем, который может, кстати, зелёный сейчас отхватить спокойно вообще. Так. Господи, какие же вы мерзкие. Одного сбил, второго сбил, третий на коне прискакал. Вот так постоянно. Да зачем ты залез на эту лошадь, чувак? Просто мразь. Слезай. Так. Спасибо за хил. Он мне сейчас как-никак нужен, на самом деле. Чуваки, вы можете пушить не из тех чуваков, которые сзади, а тех, которые спереди? У нас же есть пока небольшая армия. Почему вы это не делаете? 350 человек. Но мы его потихоньку нагоняем, но надо было сразу нагонять. Сейчас мы просто, возможно, не успеем его завалить. За время. То, что мы выживем, так это мы выживем. То есть мы ещё их опередим, и мы выиграем, но времени может не хватить. Блин, толкают меня засранцы. И я потерял последнюю жизнь. Ясно. Надо было сразу красного бить, реально. Они уже наш кемплагерь захватили. Мне придётся сейчас бежать от нашей базы. Уже больше половины времени прошло. Осталось всего 7 минут на то, чтобы двоих прикончить. У него 1130. Я не знаю, можно просто сейчас сдаваться и вообще, короче, забить на это болт, потому что его золото только увеличивается. Оно не уменьшается вообще никак. Оно только растёт. Растёт и растёт. У него бесконечная армия, которая усиляется постоянно. И мы ничего с этим не можем поделать на данный момент. Мы даже их пропушить не можем. У него даже герои с полным здоровьем до сих пор. А мне достаточно пару выстрелов, и всё, я отваливаюсь, как бы. Рано или поздно мы их перефармим и запушим, но, как бы, это не скоро произойдёт. Я предлагаю, короче, сдаться, потому что здесь, ну, нету просто смысла. Хотя, ладно, давайте не будем сдаваться и ещё попытаемся. Вдруг чё-то там повезёт нам, я не знаю, но это маловероятно. Скорее всего, мы здесь проиграем. Но сдаваться тоже такое себе. Надо всегда стремиться к победе. Даже в самых отчаянных положениях, потому что можно выиграть, реально. Чудеса бывают, так скажем. Хоть я очень сомневаюсь в том, что они произойдут в этом матче. Да задолбали уже. Ну, сколько можно меня пушить? Просто толпой. Я ничего не могу сделать. О, наконец-то убил 100 человек. И теперь я могу, собственно, тупой яга. Тупой бесячий кусок говна. Просто мешается везде и всюду. Так. Вроде отбили их основной натиск. Но они новых, видите? Они нанимают их по КД. У них только растёт золото. Оно не уменьшается вообще. У них силы армии сильнее нашей, поэтому каждый солдат наносит мне просто тонну урона. Зелёные очень сильно мешают нам в спину. Ударяют постоянно. Хоть они, по сути, ничего из себя не представляют, они отвлекают наших солдат. И они не могут концентрировать своё внимание на красном противнике. Посмотрите, мы их отбили атаку. Базовую. Неужели мы, наконец-то, пропушили? Пять минут осталось. Ну да, завалить двух чуваков за пять минут. Отличная идея. Ну, а попытаться можно. Надо было сразу красного выносить. Серьёзно. Я неправильно просто начал играть этот бой. Так, отвалить Женни. Блин, меня просто герои начинают уже пушить. На тебе, Лео. Нифига себе, вы видели, насколько у них жёсткие солдаты? Я просто запустил в него миллион стрел, при этом выстрелил суперстрелой, и при этом я ему не отнял, не убил его. Прикиньте. Насколько они стали кончены после усиления этого. Просто каждый солдат... Солдат как... Солдат... Солдат как десять, блин, героев. Я не знаю. Даже герой бы, наверное, умер от такого прессинга. Не дают они пропушить. Ну, меня убили в очередной раз, но у меня есть дополнительная жизнь. Это как бы не смертельно. Мы не можем вот за эту ограду их перейти. Она нам очень сильно мешается. Отлично. Прошли вроде. Теперь надо захватывать майны. Если захватим майны, дальше будет проще. Ну, конечно, там уже вон... Этот, как его... Кто-то из героев противника убил 50 человек ещё. У него там фулл-хп. Дополнительная жизнь. У нас Дрю тоже, кстати. Стоит отметить. Это кэмп-лагерь, да? У них здесь находится. Надо бы его вначале расфигарить, на самом деле. Потому что здесь постоянно спавнятся противники. Ну да, как видите, мы их потихоньку захватываем, но нам уже времени, скорее всего, не хватит. Мы сравняли счёт по силе армии, кстати. Но не по деньгам. На тебе, в спину. Так, меня почти грохнули. Где Тейлор, когда он так нужен? Они уже обратно свою эту отхватили. Точку. Скотина, копейщик сзади напал. Я не понимаю, почему наши чуваки не охраняют меня, как лучника? Чем они там занимаются? И у него не уменьшается золото. Сколько мы его не бьём, золото просто у него не уменьшается. У него такой прирост золота идёт в начале матча, что это долбанёшься. Мы их никогда в жизни не добьём. Их надо было сразу под корню косить. Пока у них не было так много золота, надо было их сразу выносить. А сейчас уже фиг что-то сделаешь, как бы. Две минуты всего осталось, мы даже одного противника ещё не убили. Мы даже не можем у них захватить кэмплагерь. Даже майну не можем захватить. Настолько они бесконечно нанимают уже своих перекачанных солдат. Да, захватили ещё голдмайну у нас. Замечательно обратно. Майстрелы уже этим солдатам просто ничего практически не делают. У них столько здоровья, что они им не наносят урона практически. Еле-еле этот кэмплагерь захватил. Чуть-чуть у него здоровья было вообще просто дохренища. По сути, теперь будут наши здесь спавниться. Ну вот, мы только-только их начали пропушивать, а у нас уже времени не осталось. Здесь мы проиграем, конечно. Но я доиграю до конца, потому что ещё я не стал сдаваться, потому что прокачка. Если бы я сдался, то у меня бы герои вообще никак не прокачались. И так они прокачаются из-за того, что очень много подрались. Я совсем забыл, что нужно играть, даже когда ты проигрываешь, чтобы прокачивать персов. И сдаваться никогда не нужно. Именно ради прокачки. Ради урона, который мы наносим в этот момент. Дальше уже будет проще. У нас, я думаю, будут пара уровней. У пацанов появится каких-нибудь? Возможно, у меня уровень появится, потому что я очень много урона нанёс за этот матч. Так, минус герой. Я уже... Мы уже 550 человек убили. Мы их перефармили? Да, мы их перефармили по убийствам. Но слишком поздно, конечно. Две секунды до конца матча, и мы проигрываем. Бац, всё. Таймзап. Ну ладно. Сейчас ещё раз сыграем. Нет, только Тейлор получил новый уровень. Серьёзно? 5800... Я получил... Я нанёс 35 тысяч урона. 35, Карл! Это больше, чем любой другой чувак. Я убил 120 солдат, 24 героя. Охренеть. Я, короче, превзошёл по убийствам солдат и героев вообще всех, получается. И при этом я получил практически меньше всех XP в моём отряде. Ну ладно. Мы сыграем с вами сейчас ещё раз, но сейчас мы уже выиграем, скорее всего. Теперь у нас Тейлор есть нового уровня, и Лукас получит, скорее всего, тоже новый уровень. Ну и я, скорее всего, возможно, потому что я в предыдущем матче очень много XP получил. Кстати, XP за поражение дают меньше, чем за победу. Так, поехали. Всё, теперь мы поняли, что красный — это слишком большая угроза, надо от него избавляться сразу. Потому что если от него сразу не избавиться, дальше будет очень трудно его пропушить. Мы его пропушили, но в самом-самом конце матча, когда уже было поздно. Если бы было 30 минут, возможно, мы бы успели. Но с 20 минутами — нет. Блин, ну чё ж ты не в ту сторону-то стреляешь, братан? Так, тут копейщиков дофига. Давайте я лучше слезу, мне как-то удобнее ходить пешком. С зелёным надо армию тоже почистить вначале, но в основном надо, конечно, концентрировать своё внимание на красных именно. Пипец какой тут замес, мясорубка настоящая. Просто со всех сторон. И в спину, и не в спину кидают везде. Даже никак какую-то оборонительную позицию не занять. Очень мерзкое у нас расположение с вами. Плохо нам выходить, нам и нашим солдатам. Из, собственно, места нам нужно как-то немножко пропушить, и дальше у нас будет позиция получше. Но нас тогда будут прессовать с двух сторон. Это тоже минус, как бы. Давайте давить красных, что ли, я не знаю. Захватываем у них камп-лагерь в первую очередь. И начинаем их давить, потому что у них золото, видите, уже 200. И оно будет расти и расти дальше. Нам нужно захватить их голдмайны, чтобы не позволить им набирать дальше золото. Мы уже убили 50 человек. У нас армия пока что сильнее, чем у всех остальных. Так. На, получай тебе тройными стрелами. Пятерными, точнее. Он по пять стрел сразу запускает. Одним выстрелом. Но это требует ману. Это да. Нам главное агрессивно-агрессивно уничтожать солдат красного противника. Давить на их экономику. И как можно быстрее захватить шахты. Это самое важное, потому что, так или иначе, сколько бы мы их не убивали, у них очень быстро прирост золота, гораздо быстрее, чем у нас. И они смогут нанять новых добровольцев очень быстро. Они просто нас мясом будут давить. Поэтому надо как можно быстрее отхватить у них шахты. Отлично. 100 человек уже победили. Сила армии еще возросла. Так, стрелу вперед, зашибись. Еще запускаем, пропушиваем здесь. Нам бы захватить вот эту штуку, по-хорошему. Чтоб у нас здесь наши союзники стали появляться. Так, зеленый там оборзел, короче. Надо возвращаться. Зеленый, иначе сейчас нашу базу расхреначит. Зеленый, ты оборзел совсем наглость, и тебе не занимать, конечно. Они еще и героев успели заспавнить на нашей территории. Вообще офигевшие. Все, пошли вон отсюда. Чуваки, сейчас я захвачу нашу голдмайну, потому что золото нам очень надо. И быстренько-быстренько вернусь помогать с красными. Золото у них пока не заканчивается, потому что они обратно отхватили то, что мы захватили. Мне пришлось вернуться из зеленого, который очень малину подпортил. Да вы задрали уже, ну какого черта? Просто не дают встать. И я постоянно сажусь на коня еще, как только появляюсь. Блин, мы опять не можем пропушить красного. Да? Зеленый сейчас подпортил малину. Если бы он не стал пушить нашу основную базу, мы бы, возможно, и пропушили дальше красного. Так, секундочку. Мы с вами продолжаем, прошу прощения. Да блин, я только появился, и меня сразу просто пушат. Не дают ничего сделать, постоянно бьют в упор. Так, мне надо отвалить отсюда. У нас очень мерзкая позиция, понимаете? Мы не можем никак выйти сверху. То есть бить сверху вниз еще нормально, допустим, для зеленых. Только нам снизу вверх очень неудобно. Нам нужно как-то выйти отсюда. Блин, и он начинает копить свою силу. То есть у него золото больше становится. Пока мы еще можем разбивать их солдатов, надо этим пользоваться. Солдатов. Солдат я имел в виду. Мне бы скорее 50 человек еще победить. Было бы очень неплохо. Просто я не понимаю, они забегают прямо в центр замеса и выцеливают как-то меня. Блин. У нас сил армии больше. У нас все шансы есть победить в этой катке. Именно за счет силы армии. Потому что им сейчас в два раза сильнее придется пробивать наших бойцов, чтобы убить наших чуваков. И у них в два раза больше атаки при этом, при всем. Потому что 200% опять же. Так, пошел нафиг яга. Яги избавились уже, хорошо. А что такое с золотом? Что такое? Что-то оно уже у вас стоит на месте, да? Как я понимаю. Сейчас убавляться будет, пацаны. Нормально вам будет. А что не так? А что такое? Ой, нас пушат. Нас пушат с 200% силой армии. А мы до сих пор, блин, сидим на 140%, да? О, у меня есть бесконечная сила. Сейчас я столько народа поубиваю. Я просто буду закидывать сейчас им на счастье. До хрена. Блин, Дженни меня бесит. Давайте мы сразу Дженни тоже закинем пару стрел. Почему бы нет? Так, Зеленый, ты только не пушь на мою базу, окей? Сейчас мы еще Кэмплагерь у вас захватим. Одну шахту уже отхватили. Так, Зеленый, только не рушь меня сейчас. Мне нужно... Блин, он опять пошел на мою базу. Надеюсь, наши солдаты смогут отбить атаку. А там никого нету. Замечательно, блин. Лучше не бывает. Надо быстро тогда разбираться с красными. Ой, а где ваше золото? А мы его забрали. А у нас уже больше золота, чем у них. Отлично. Так, хорошо, идем. Отлично, минус еще две шахты. Осталось всего две. Ваша жизнь уже не будет прежней. Вы не будете жаровать за счет этих шахт. У нас уже их больше. Правда, сейчас мы лишимся одной сверху. На нашей базе. Погнали их дальше давить. Не останавливаемся. Потому что Зеленый нас тоже там давит. Хорошо, что кто-то конников сбивает. А то мне бы одному было очень тяжело против них противостоять. Но смотрите, они все-таки еле-еле, но немножко пушат нас. Зеленый как-то здесь отхватил вообще. Я не понимаю, откуда здесь солдаты Зеленого взялись. Это еще тот вопрос, конечно. Там наши солдаты есть наверху. Я думаю, они с Зелеными справятся. У Зеленых-то сила армии гораздо слабее, чем у нас. Поэтому у нас солдаты будут посильнее, чем у них. Лишь бы меня сейчас не убили. Красные теперь захватили эту шахту. Блин, они успели подкрепление призвать. Отстойно. Не отлично, я хотел сказать отлично, а неправильно. Отстойно. Блин, они 350 человек... А, это мы 350 человек победили. Нифига себе. У нас сила армии уже достаточно высокая. Так, меня убили, но это ничего страшного. У нас здесь Кэмплагерь стоит неподалеку. А, его уже Зеленый захватили. Ну, ясно. Но у нас есть еще Кэмплагерь красных. Золота у нас пока больше всех. И солдат у нас, естественно, тоже больше всех. И сила армии у нас тоже больше всех. Но из-за их подкрепления в виде конницы очень неприятно драться против них. Я убил еще, короче, кучу человек. У меня до сих пор три жизни. Я могу их красных сейчас очень неплохо закидать стрелами. Мы уже захватили, по сути, почти все шахты. Осталось немного. Зеленого там вроде сдерживают. Обратно отхватили мы шахту у Зеленого. Проблема в том, что еще будет подкрепление у Красного. И не знаю, справимся ли мы с этим подкреплением. Вот в чем проблема. Так, еще одна шахта наша. Захватываем последнюю шахту у них. Золота у них нет. Они сейчас не смогут уже сопротивляться нормально. Ну, а еще впереди подкрепление у них стоит, как бы. Не стоит забывать об этом. Вот подкрепление пошло. И сейчас начнется самая дичь. Нифига себе, сколько им солдат дали и сколько им золота дали. Это ж задница. Вы видели, сколько там была армия у них? Это вообще капец какой-то. Но у нас сил армии больше, поэтому мы сейчас быстренько их всех завалим. Ну, или хотя бы большую часть из них. Блин, они захватили обратно шахты. Надо отхватывать. Нельзя давать им раскачиваться по голде. Наоборот, надо захватывать обратно эти шахты. И пытаться их перефармить по золоту. У нас сил армии больше пока, чем у них. Надо этим пользоваться. Так, что-то я сконцентрировался слишком. На, получайте. Новая партия противников появилась. Да пофиг, пушим их замок. Наплевать на их солдат. Просто расхреначим замок, будет проще. Ну все. У нас еще целых 9 минут, чтобы справиться с одним зеленым. Я думаю, это более чем достаточно. У него не так, что большая армия и мало шах. Мы с ним разберемся достаточно быстро с вами. Тем более у него золота нет. Да блин, разверни ты своего дракона. Блин, не могу попасть у этого чувака. Он в меня может попасть. Все, отхватили собственно кемплагерь. Давайте вынесем сначала вот этого босса. Чтобы он тут не захватил случайно нашу шахту. Ну а теперь всем скопом с бесконечным золотом. И теперь нам все эти шахты принадлежат, поэтому он нас по золоту никогда в жизни не перегонит. Даже с подкреплением мы с вами все оравой кидаемся на зеленого. Шансов у них не осталось практически нисколько. Тем более, учитывая, что у них всего одна шахта. Теперь. Так, разверни своего тупого дракона, пожалуйста. Так, теперь у нас здесь будет кемплагерь. Мы сможем здесь появляться. Ну то есть наши герои и наши новые войска. Поэтому у них теперь нету шансов и подкрепление даже нас заспамить. И оттолкнуть от своих этих позиций. Вот подкрепление пошло. Но золота им не дали, только небольшой отряд. Причем состоящий в основном из бандитов. Я думаю, сразу начну пушить замок. Я думаю, там наши пока захватят шахту. Да, так и есть. Я уже 150 человек убил. Нифига себе. Сейчас у них подкрепление будет, скорее всего. В скором времени. А нет, зеленых не будет подкрепления. Ну тогда это вообще изи вен как бы. Все, до свиданья. 1400 голды у нас. Плюс один уровень для меня, для Лукаса и для Дрю. Удивительно, кстати. Дрю два раза, по-моему, по уровню получил. Отлично. Фух, еле-еле мы это оно прошли. Давайте посмотрим рекламу. Господи, это была жесткая заруба. Ох, и мы отправляемся с вами теперь уже на дуэль. Дуэль против Раи. В два раза больше здоровья. Имеет Дрейнблут атаки. То есть, как я понимаю, если он будет наносить нам урон, то у нас будет кровотечение, которое будет отнимать нам постепенно здоровье. Но мне кажется, что-то вроде того. Давайте мы возьмем Раи, постараемся за него завалить бедного Раи. Конечно, два с половиной запаса здоровья. Это будет очень сложно ему отнять, но мы постараемся. Нифига себе, я его перебил атаки. На, получай просто. Блин, больно, зараза. Ай-яй-яй, вот эта атака... Блин, мне еще дополнительный урон наносится каждый раз, когда он в меня попадает. Нифига себе, я конченый урон ему наношу, конечно. Господи, какой же все-таки сильный базовый герой, Дрю. Это просто капец какой-то. Ой, не ту кнопку нажал. Иди сюда! На, получай. Как тебе такой прикол? На тебе просто! Домой, парниша, домой. Изи. Даже не почувствовал. Две гемы. Стейдж 9 разблокировано, окей. Тимфайт следующий у нас. Имеет 3 героя на поле боя, 3 героя в бэкапе. Нифига себе, 6 героев. Мы имеем 3 героя на поле боя, 1 герой в бэкапе. То есть 3 на 3, в принципе, битва, только у нас один запасной герой, у них 3. Каждый противник дает зелье, не разрешено использовать героев противника. Я вас понял. Так, за кого бы мне здесь сыграть, по-хорошему-то? Давайте я возьму вот эту барышню. В поддержку возьмем Лукаса и Тейлора. И возьмем Шавна в качестве дополнительного героя. Если мы умрем, будем играть за него. Против нас Синон не очень страшный противник, Дрю не очень, Гордон средненький, Гикс не страшный, Яга опасный. И этот чувак средний, окей. Леджи, по-моему, его зовут или типа того. Так, Дрю Гордон и Синон первыми против... Ой, не Синона? Или Синон все-таки? Нет, не Синон, ее как-то по-другому. Как же ее зовут-то, а? Ее надо сразу в первую очередь выносить. Потому что она хилит. Она хилит себя, она хилит союзников. Надо ее сразу вынести, мгновенно. Практически. Отлично. Есть Бесконечная Сила. Выходит Гикс, это не очень опасный противник. В принципе, с ним будет легко справиться. Тем более, пока один из наших героев просто задерживает двух остальных, мы можем сконцентрировать свой огонь на одном вражеском герое вдвоем. И быстренько, так сказать, его вынести. Минус два. Нифига себе, он все еще там держится, наш герой, Тейлор. Так, Ягу сейчас главное вдвоем завалить, и дальше будет просто очень. Я думаю, с Лукасом мы справимся и завалим Ягу вдвоем. Блин, Гордон приперся. Я один не знаю, справлюсь ли с Ягой, но я постараюсь. Тем более, у меня здоровья уже не очень много. Вот эта атака очень опасная, она очень много здоровья сносит, но при этом не только мне, но ему тоже. Отлично, Ягу убили, отлично. Все, зашибись. Выходит, Леджи. Блин, у нас, кажется, одного героя убили. Теперь, по сути, три на три осталось. Блин, несмотря на то, что Тейлор держался долго, он очень мало снес здоровья. Вот, кстати, и труп Тейлора, как я понимаю. Очень мало снес здоровья другим героям. Можно спамить атаками, так как бесконечная сила у нас пока что. Так, минус еще один, хорошо. Есть хил, погнали, поможем Шавну. Блин, у Леджи тоже повышенный запас здоровья. С ним тоже не так-то просто будет совладать. Но наш Лукас пока держит Дрюэт, хорошо. Мы с Шавном сейчас размотаем Леджи пока. Все, минус Леджи. И у нас остается, собственно, один противник. Это Дрю. Все, ези-бризи. Мы только Тейлора потеряли, но он умер за благое дело. Он пожертвовал своим. И за это получил уровень, кстати. Пожертвовал собой, чтобы мы пока убивали других с вами. Ой, опять батл. Жестко. Сегодня прям батлы-батлы. Битва трех армий. Когда, собственно, замок противника будет уничтожен, герой противника и войска присоединятся к другому сопернику, который еще остался. Нифига себе. Ни хрена себе. Это жестко. Это реально жестко. Давайте мы возьмем Дженни. Возьмем Лукаса и остальных чуваков. Также я возьму, наверное, вот этого парня. И пойдем. Но на этот раз нам разрешено использовать всех наших чуваков, которые у нас имеют максимальный уровень, так сказать, 78-77. Будет сложно. Но погнали. Здесь нету хотя бы ограничения по времени. Когда получается первым героем, нам надо вынести чувака с более большой базой. Чтобы, когда он получил героев, мы не так сильно... А, тут одинаковые бои. То есть у каждого по одной шахте, но... Я даже не знаю, 30 минут здесь вряд ли нам понадобятся вообще. Так, ну и кого мы сначала убьем с вами? Хотя нет, у красного больше база. Нет, такая же. Такая же, такая же. Тогда надо убить тех, у кого солдаты, а не бандиты. Тогда давайте убьем сначала все-таки красного. Так, отлично, кэмп-лагерь уже захватили. Теперь, как только накопим золото, у нас тут появится подкрепление сразу. Если, конечно, зеленый их не захватит. Да, бандиты менее опасные, поэтому надо, наверное, сначала вынести все-таки инфэктори. Хотя, с другой стороны, написано было, что и солдаты присоединятся в том числе. Энними эмбюш. Подкрепление пошло у красненьких. Дурацкая сина. Да дайте встать. Блин, сейчас убьют меня уже. Ой, кавалерия пошла. Не ожидал. Окей. Но мы пока лидируем, по-моему, да? У нас много героев, достаточно на этом уровне. Но это будет долгое противостояние, я думаю. Даже несмотря на то, что тут мало достаточно шахты, вообще мало агрессии со стороны соперников. У всех равные стороны. Я не знаю, красный он воюет против зеленого или нет. По-моему, да. Блин, дурацкая ульта этой Синон. Но мы первыми завалили 50 человек. Так, минус один. Ну, я имею в виду, минус моя жизнь. Еще минус одна жизнь. Отлично. Мы захватили все-таки кэмп-лагерь, который я и хотел захватить. У нас уже почти максимальная армия. У Гордона еще целых две жизни. Нифига себе он жирный, конечно. Блин, они сейчас обратно, как кэмп-лагерь наш захватят. Блин, где я вообще? Я себя не вижу. Ага, вижу. Блин, Гордон воскрес опять с полным запасом здоровья. Эта атака, она просто конченая. Она тупо пробивает вообще все. Где все наши? Я не могу понять, что они там делают. Так, я потерял последнюю жизнь, поэтому придется ждать. Я не понимаю, где все наши войска? Что они там делают? У нас по одному солдату среди копейщиков улучников осталось. Ну да, это будет далеко не самая быстрая битва, как мы понимаем. Мы даже не можем просто пропущать одного из соперников. Потому что всех силы равны, и поэтому мы бодаемся на середине. Здесь заиграет то, у кого будет сильнее армия, тот и выиграет, по сути. Да как ты задрала уже, а? Интересно, а кэмп-лагерь он дает вообще хоть сколько-то прибавку к золоту, либо что-то типа того? Мне кажется, нет. Да блин, нифига себе, кто меня убил сейчас? Обычные два солдата, что ли? Так, а по силе армии кто вообще лидирует? Ну мы одинаковые с красным, а вот зеленый отстает от нас достаточно сильно. Удивительно, кстати, что красный при этом как-то нас догоняет. Видимо, у него реально армия сильнее, чем у нас. Либо такая же примерно по силе. Нас просто еще зеленый бесит. Так, пытаемся в очередной раз отхватить кэмп-лагерь у них. Вот это еще герой очень сильный у них хит. Очень много профита дает им в команде. Блин, просто вот один раз на меня кавалерия нападает и сразу минус все здоровье. Я уж задолбался подыхать, я даже не могу 20 человек убить. Ой, 50, чтобы получить новый уровень. Не новый уровень, а как сказать... Ну вы поняли. Получить дополнительные жизни и усиление отряда. И себя. Они нас опередили по галде, нифига себе. Вот это жесткое. То есть мы сейчас проигрываем еще, получается. Есть. А-а-а! Паладин! Если ты одинок, но он всегда лишь один. Вперед, одинокий Паладин! Блин, они начинают золото копить. Что-то красный какой-то вообще конченый. Сложно очень с ним справиться. Возможно реально здесь вот стоило стоить пушить зеленого. Чтобы получить больше шахты, больше голды. Ну, а чувствую, что самая жесть начнется не когда мы пропушим все-таки красного, если мы его пропушим. Так, мне надо взять эту хрень. Мы даже не можем последнюю шкалу здоровья отнять вот этому мерзкому хиту. Мне нужны дополнительные жизни. Убей уже 50 человек, Дженни. Сколько можно? Нате вам! Я тут пока солдат пофармлю, вы не против, да? Ах, твою мать! Кстати, музыка куда-то пропала. Видимо, когда я на паузу поставил, она закончилась и теперь не появляется больше. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! До свидания! Чувствую, я не успею уйти. Меня сейчас любой шальный удар добьет. Да, добил. Я до сих пор не убил 50 человек. И у нас сила армии про... А нет, уже не проседает. Мы уже догнали их, окей. А нет, уже не догнали. У них теперь плюс 200. А нет, плюс 80. Это они только что получили. Мы даже раньше получили, по сути, чем они. Бонус к атаке. Так, не дайте им захватить наш кемп-лагерь, пожалуйста. Пока я не возрождусь. По-моему, мы начинаем потихоньку их теснить. Очень медленно, но тесним. Надо просто продолжать в том же духе. Но у них сейчас подкрепление. Они сильнее в этом плане, чем мы. Да господи, дурацкие уль... Я хотя бы жив остался. Уже неплохо. Меня сейчас снова убьют. Нет, не убьют. Я успел все-таки добить 50 человек. Отлично. Ааааа! Господи, какая у них огромная армия. И мы еще золото немножко, по-моему, дали. Как можно больше профита внести перед смертью! Добили все-таки засранцы. Как там по армии у нас? Мы уже слабее. Они своим подкреплением очень неплохо нас запушили. Нифига себе, 10 минут мы уже сражаемся. И до сих пор не можем даже одного противника добить. У них 78-го уровня герои. Войска у нас только 77-го некоторые. Возможно, нам не хватает прокачки, опять же, в этом плане. Так, надо кэмп-лагерь выносить. Разносить у них. Вот они здесь все спавнятся. Очень неудобно для нас. Ни хрена себе он меня задамажил. Еще и столько кавалерий сейчас понабежало. Еще и зеленый мешается, при том, при всем. Нифига себе, они просто меня убили сейчас. У меня было пол хп, они просто меня завалили с пол хп. Я уже потерял все свои жизни. И мне еще надо очень много солдат убить, чтобы набить себе. Блин, возможно, стоило шавна взять здесь тоже. Потому что очень много массово идут противников. И Дженни, она просто очень быстро от них отлетает. Ей надо в ближнем бою сражаться. Она в ближнем бою теряет здоровье. Очень быстро. Вперед! Давим их! Так, за забором лучше не сидеть. Блин, это конница, это просто капец какой-то. Каждый удар копья, это просто как... Я не знаю, минус четверть здоровья. Очень жесткое. Да черт побери, дурацкая ульта этой тупой синон меня убила. Почему у них не кончается здоровье? Ой, точнее голда. Почему вот это так? Почему у меня она кончается, а у них не кончается? Я вот никак не могу понять. Но самая дичь начнется, когда мы только одного соперника вынесем. У нас равное количество золота пока что на... И силы армии, но это только временно. Блин, и хит еще получил дополнительное здоровье. Из-за того, что убил 50 человек. Еще и зеленые мешаются, самое что бесячее. Если мы бьем одного, то сзади нам подсирают эти. Именно поэтому мы не можем сфокусировать свое внимание на красных полностью. Нам хотя бы хоть какое-то преимущество захватить на поле боя. Но это не так-то просто. Зеленый-то вообще там посасывает. У него 120 сил армии. А вот красный, да, красный нам неплохое такое сопротивление оказывает. И у нас, кстати, есть еще получается это... Шахта теперь у них. Мы захватили их в шахту. Ненадолго, правда, но это дало нам свои плюсы. Галде. Но они все равно нас по галде еще опережают. И по силе армии в том числе. Блин, еще и Гордон убил 50 человек. Как вы задолбали уже. Я тоже хочу бонус 50 человек еще раз. Комбинация. То есть Синон со своими птичками, еще солдат и Гордон прыгнул на меня. И все это одновременно. Мне просто все здоровье снесло мгновенно. Хотя бы мы кэмплагерь не даем их захватить. Уже неплохо. Но этого недостаточно. Блин, красные никак не расстаются со своим золотом. Он только появился, сразу же меня агрессивно прессуют. Блин, они захватили обратно свой кэмплагерь. Придется обратно его отхватывать. Че я могу сказать. Я уже не пробиваю их солдат. Они слишком конченые стали. Видите, как много ударов я по ним наношу, но не убиваю их. А вот мои войска легко их убивают. Отлично, минус один еще солдат. Это неплохо. Солдат в копилочку. Блин, захватите у них обратно кэмплагерь. Я вас прошу. Там немножко же осталось. Да, все, захватили. Отлично. Теперь я появлюсь рядом с ним. Блин, ну мы уже сражаемся. 15 минут и до сих пор не можем красного пропушить. О, пошла жара. Теперь у нас есть небольшая армия хотя бы. Нам надо как-то по золоту подняться. Я не знаю, правда, как. Нас все равно не хватает на максимальный отряд. Мы деремся какими-то полумерами. Дрю там просто бедных солдат ущемляет. Он уже умер. Зачем ты его схватил? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Папа под ульту. Очень неприятно. Блин, откуда у Гордона до сих пор полное здоровье? Ой, копейщики пошли. Очень неприятно. Дурацкий удар копытами. Окей. Я вас понял. Господи, сегодня батлы просто какие-то вообще конченые. Очень сложные. Мы никак никого не можем пропушить. И у них силы армии выше, чем у наши. Хоть по сути одинаковые, да? Но они быстрее получают новый уровень, чем мы. Сила армии. Можно, конечно, пофармиться на зеленых. Которых нету силы армии практически. Ну, тогда красные будут раскачиваться об наших. Да ни хрена себе, он просто меня забил. Как кусок мяса. Они обратно отхватили свою штуку. И у них опять усиление армии идет. Я просто не могу их пропушить. У них золото копится. У них столько же шаг, сколько у всех других игроков. Но при этом они сильнее почему-то. Я не знаю почему. Из-за героев, что ли. Или из-за того, что они много убивают за этих героев. Но это просто задница. Мы просто слабее по героям, получается. Пошли вон от моего кемп-лагеря. Он теперь мне принадлежит. Еще минус солдат. Ну, конечно, кавалерия. Сразу же на меня просто. Стоило мне выйти. Постоять рядом с ними. Опять они захватили свой кемп-лагерь. Да твою ж мать. Ой. Тяжело. Тяжело идет реально. Даже не знаю, пройдем ли мы это или нет. Теперь зеленые отхватили этот кемп-лагерь. Забавненькое. Теперь красные. Да твою ж мать. Отлично. Пятьдесят человек побеждено. Плюс пятьдесят баксов. Очень сильно мешаются зеленые. Но кемп-лагерь наш. Отлично. Я их солдат уже не могу пробивать. У меня просто урона не хватает. Опять кавалерия пошла. Да ни хрена себе. Все хп снистой просто с этой комбинацией. Наконец-то наше подкрепление пошло. Нормальное количество солдат. Зашибись. Так. Отлично. Но сейчас, кстати, есть шансы уже. Так. Вот от этого парня надо избавиться. Он опасный. Опять они захватили свою Голдмайн. Надо ее отхватывать обратно. Я уж, знаете, молчу. Больше сосредоточен. Так, есть кемп-лагерь еще один. Ну, наконец-то мы их начали пропушивать. Но у них еще подкрепление будет. Поэтому расслабляться явно не стоит. Тем более времени всего девять минут осталось. И нам еще второго соперника бить. Где все наши? Я не понял. Вот они подошли. Да, кстати, зря я стал бить их в замок. Надо бы сначала же и шахты отхватить. Забрать у них, так сказать, все золото. Вот мы и теперь по золоту на первом месте. О, молодец, Дрю. Отлично. Получил дополнительную жизнь. Подкрепление пошло у них. Блин, забили в спину, заразы. 8 минут на то, чтобы с двумя справиться. Не знаю, хватит ли нам времени. Но так или иначе мы раскачаемся с вами. Хоть немножко. А, все, мы убили их все-таки. Отлично. Наши все-таки допушили их. Теперь нужно только с зеленым разобраться. Правда, теперь солдаты красных и герои присоединились к зеленым. Поэтому не так-то все и просто будет, как можно подумать. Но у них, по-моему, сила армии у зеленых гораздо меньше, чем у нас. Поэтому им все равно будет сложнее противостоять нам. Блин, они там вверху начали нам захватывать точки. Так, вы там оборзели, что ли? Они и кэмп-лагерь захватили и пошли, короче, шахты наши разносить. Так, не знаю, как вы, парни. Я пойду защищать. Нифига себе, сколько их здесь. Вы что, оборзели, что ли? Такую армию сюда привели. И убегают, зацените, убегают. Побежали, побежали вот это вот. Бегите, бегите. Пошел вон отсюда. Давайте, парни, надо быстро отхватить наши позиции. Быстро их запушить за 6 минут 30 секунд все вместе. Так, есть контакт. Так, надо от героев сначала избавиться. Хотя бы от самых опасных. И уже начинать потихоньку пушить их. Зараза, меня убили. Ну, я надеюсь, наши пока справятся, пока я воскрешаюсь. Тащите, пацаны, я вас верю. Захватите пока хотя бы я воскрешаюсь одну шахту. Так, воскрешаемся здесь. И идем, собственно, в бой. Есть одна шахта. Уже неплохо. Естественно, золота у нас гораздо больше, чем у противника. У них вообще золота нету, по сути. У них последние войска остались. Но у них еще подкрепление будет 100%. Нифига себе, они закомбили. Чуть меня не убили за одну атаку. Так, у них подкрепление. Я как-то, каким-то образом остался в живых. Сейчас. Но ненадолго. Ой, мы можем и не успеть. Потому что подкрепление это серьезно. Хотя бы им золото не дали. Уже хорошо. Но у них есть войск очень много сейчас. И они наших просто уничтожают здесь. Но у них сил армии 250%. У нас 400. Мы сильнее. По сути. Но у нас меньше. Вот в чем проблема. Ой, меня сейчас снова здесь грохнут. Я в самый замес зашел. Тем не менее, всех вроде раскидал вокруг себя. Стоит отметить. Меня лошадь, с которой уже слезли. Все чуваки бьет. Какого черта, спрашивается. Блин, дурацкий бумеранг прямо в лоб мне прилетел. Не знаю, как я выжил. Но, опять же, Синон решила, что жить мне нужно не так много. Блин, каждый раз, когда я умираю, я 20 секунд жду. А время идет в этот момент. А не умирать в таком замесе? Ну, это сложно, скажем так. Вроде основное все подкрепление мы убили. Осталось только героев добить. И еще парочку солдат. Дальше будет попроще. Господи, эта атака, она просто самая раздражающая в игре. Нет, не смей. Можно убить Синон, пожалуйста, ради всех святых автобусов, а? Спасибо, Тейлор. Он, кстати, получил там жизнь дополнительную. Кто-то там один из героев наверху сражается у них. У меня такое ощущение, что это как раз-таки та же Синон. Этот кемп-лагерь надо отхватить по-любому. Он нам жизненно необходим. Поехали дальше. Две минуты сорок пять секунд всего осталось. Меня убили еще раз. Окей. Чуваки, пушьте, пожалуйста. Немножко осталось. Буквально их замок разрушить. Ну, у них, скорее всего, еще подкрепление будет. Но я надеюсь, что не будет. Если не будет, то... Нет, оно будет. Enemy ambush. Суки. И меня сейчас еще раз убьют. Ну, блин, ну, твою мать. Ну, почему я один на передовой? Ну, блин, надо пушить, чуваки. Ну, тысяча восемьдесят золота. Ну, че вы так пассивно играете? У нас одна минута пятьдесят секунд осталось. Нам надо прямо сейчас жестко пушить. Так, секунду. Если я сейчас погибну хотя бы еще один раз, мы точно проиграем. Две минуты поторопитесь. Да ладно, блин, а мы че делаем? И они видят, что наши, почему-то, блин, имея достаточно огромную армию, не хотят пушить эти здания соперника. Они чисто, я не знаю, там, дерутся с одними двумя солдатами в пятером и так далее. Да выносите майны, вы задрали. Блин, они опять захватили обратно ее. Если я погибну один раз, то мы проиграли сто процентов. Мне нельзя умирать вообще ни в коем случае. Да какого хрена этот тит-то просто одну кнопку нажимает, сука, и выносит, блин, всех нахрен? И никто его не может ударить издалека. Извините, мы не умеем бить издалека. Да, ну это все, это слив, я не знаю, что тут делать. За 55 секунд с подкреплением развалить базу противника звучит как что-то сродни мифу. Так, фри быстро. Тем более никто даже не бьет эту базу. 36 секунд наши там, блин, дерутся с обычными солдатами. Ну идите сюда, чмошники, блин. Идиоты. Все, накидываемся. Как волки, загрызаем их. Я сказал, грызем их. Ну да, просто подкрепление у них настолько огромное было, что оно нас вынесло за 2-3 удара. Абсолютно всю нашу армию, которая настояла, они вынесли за 2-3 удара. И мы как бы проиграем здесь, опять же, скорее всего. О, почти, почти затащили. Ну, господи, времени просто не хватило. 30 минут я парился с этой битвой. О, сука, бесит-то как. Плюс один уровень для двух лохов, которые еще не были 78-го. Да, я хочу гемок. Короче, запарился я на сегодня и устал. Продолжим в следующий раз. Но, блин, вот эти вот карточки, конечно, можно использовать, да? Некоторые для режима батла, допустим. Допустим, ваш замок имеет плюс 3 х3 хп, но это нафиг не надо. Вот это вот тоже неплохо в батлах использовать карточки. Ну, карточки это для лохов, это для тех, кто не может, блин, пройти без использования карточек. Ну, и для критических ситуаций, если, допустим, мы будем одну и ту же миссию переигрывать, я не знаю, там, по 3 больше раза, тогда я буду уже использовать карточки, чтобы просто не стопориться там на одной миссии, не знаю, там, 3-4-5 серий, да, допустим, по игре. Но если там, допустим, мы переигрываем 1-2 раза, то тогда уже, в принципе, ничего страшного. В следующий раз у нас будет уже 78 уровень у каждого бойца, и мы постараемся красного более быстро запушить, тем более я выберу в качестве основного героя себе Шавна, а не Дженни, и он уже будет более аккуратно сражаться с противниками и больше выносить, потому что наш Шаван как-то так себе показал себе. Но на этом я буду заканчивать. Большое спасибо за просмотр. С вами был Ник. Удачи, до скорых встреч, и мы еще увидимся. Но батлы сегодня были, конечно, очень потные. Я, блин, это, устал. Я устал, реально. Все, всем спасибо, всем пока.